Центр французского языка и культуры Альянс Францесс находится прямо напротив храма. В Петропавловском соборе всегда много людей. Прихожане, выходя из церковных ворот, сразу видят французский триколор на ограде здания на улице Рахматулина. Именно здесь в 14 часов появились первые букеты терраурных роз и гвоздик. Мы пришли сюда как граждане мира. Это самое малое, что мы можем сделать. Найти в Казани уголок Франции и предложить казанцам приходить сюда для того, чтобы высказать свою солидарность, возложить цветы. И, конечно, мы пришли сюда еще и как журналисты, потому что нам звонят зрители и спрашивают, где можно возложить цветы, зажечь свечи. И я считаю, что это достаточно удачное место. Мы с коллегами пришли почтить память жертв теракта. И это действительно ужасно, что в наше время, в 21 веке, происходят такие страшные события. И выражаем соболезнования родственникам погибших и молимся за их души. Когда в Египте произошла катастрофа с российским самолетом, многие звонили в редакцию с вопросом, где в Казани можно отдать дань памяти погибшим и возложить цветы. Увы, тогда такого места в городе не организовали. Сотрудники Альянс Францесс обещают, цветы и свечи у стен Центра культуры будут находиться столько, сколько необходимо. Любой желающий также может оставить запись в книге соболезнований, которую затем передадут в посольство Франции в России. Центр французского языка и культуры Альянс Францесс, который появился в нашем городе в 2006 году, пожалуй, самое французское место в Казани. Именно сюда горожане приносят цветы и ставят поминальные свечи. Здесь висит флаг, французский флаг с надписью «Франция, мы с тобой». А также знак Эйфелева башня внутри пацифистского круга, который в мгновение ока стал знаменитым. И на столе можно увидеть три маленьких флажка – французский, российский и татарстанский – как знак поддержки. В эту трудную минуту мы должны быть все вместе. К розам от журналистов эфира прибавляется большой букет гвоздик из мэрии с лентой от жителей Казани. Его возлагает Игорь Сивов, руководитель аппарата исполкома города, возлагается словами «не дай бог». К вечеру букетов и свечей становится все больше. Роза Губайдулина, директор Центра французского языка и культуры, с дрожью в голосе рассказывает, как не отрываясь смотрела выпуски новостей и обзванивала своих многочисленных друзей в Париже с единственным вопросом – вы живы? Французский народ, конечно, этого не заслуживает, такого отношения, потому что на протяжении многих веков Франция давала убежище многим людям, которым было плохо в своей стране, и предоставляла все необходимые условия для жизни. И сейчас она противостоит этой атаке терроризма, и, конечно, мы ничем не можем помочь, кроме моральной поддержки. Эхо французской трагедии, чтобы действительно, не дай бог, ничего подобного в Казани, в Доме правительства президент Рустам Миниханов сегодня провел экстренное заседание антитеррористической комиссии и координационного совещания с руководителями правоохранительных органов. Силовики еще после трагедии на Синайском полуострове уже были переведены на усиленный режим службы. Сегодня в ходе заседания глава республики поручил разработать дополнительные меры по защите потенциально опасных объектов и мест с массовым пребыванием людей. Сергей Шерстнев, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир». Это надо видеть. Игра престолов. 15 ноября. Весь день. На телеканале «Эфир».